Если говорить о моем детстве, то я должен сказать, что это было счастливое советское детство в очень хорошем советском классе. Внешне это напоминает, как это было показано в фильме Васек Трубачев и его товарища. Вот у меня было такое детство. Мое детство – это журнал «Техника молодежи», это советская фантастика, это русские сказки, это хоккей. Это было детство, насыщенное различными играми, прежде всего играми в войну, потому что я принадлежу к послевоенному поколению. Это были постоянные спортивные занятия, это был филателлистический кружок и много-много другого. И самое главное – это было ощущение полноты жизни, обусловленного тем, что я живу в стране, которая победила в жестокой войне страшного врага, в стране, которая послала, первой послала человека в космос, в стране, которая бьет всех в хоккей. И, что не менее важно, может быть, самое важное, что это страна, которая защищает слабых мира сего от сильных, от империалистов. И вот эта уверенность, уверенность в своей стране, в завтрашнем дне – это ни с чем не сравнимое чувство. Вспоминая вуз, который я закончил, это Институт стран Азии, Африки, МГУ. Когда я поступал в него, он назывался Институт Восточных Языков, а когда я заканчивал, он уже назывался Институт стран Азии, Африки. И я не только поступил туда, но и преподаю там до сих пор. Там же преподает мой сын. На мой взгляд, это один из лучших вузов страны. То есть, если МГУ – это один, просто сказать, это главный университет страны, то Институт стран Азии, Африки – это очень сильный вуз, который давал очень хорошую подготовку и языковую, и профессиональную, и, что не менее важно, военную. Домашних животных у меня, к сожалению, на данный момент нет. Когда-то в детстве была собака, ее смерть для меня стала трагедией. С тех пор у меня только рыбки временами. Вот на данный момент рыбок нет, но, надеюсь, скоро я возобновлю аквариумные дела. Если говорить о том, что такое спорт в моей жизни, не могу сказать, что это все, но это очень и очень многое. Причем в двух аспектах – спорт, как жизнь болельщика. Ну, как болельщик – это для меня хоккей, футбол, баскетбол. Ну, а если говорить о занятиях, профессионально спортом я никогда не занимался, но все мое детство – это сплошной спорт, это футбол, хоккей, теннис, настольный теннис. Сейчас я стараюсь заниматься плаванием, плаваю в бассейне, играю в теннис, ну и хожу в качалку, потому что это у нас национальный люберецкий вид спорта. Что такое счастье? Ну, каждый понимает счастье по-своему, но я бы сказал так. Счастье – это такая жизнь, когда ты сам определяешь цели, средства и сроки их достижения, и сам за все несешь ответственность. Ну и, разумеется, эти цели, средства и время сопрягаются с твоей страной и с твоим народом. В людях я больше всего ценю мужество, порядочность и готовность положить жизнь за други свои. Вспоминая любимых зарубежных и российских актеров, в общем-то, я в памяти перебираются, в общем-то, актеры прошлых лет. Советские актеры – это Сергей Столяров и Иван Переверзев. Ну, а из зарубежных актеров я, пожалуй, назову Лина Вентуру. Ну, если говорить о том, что я люблю делать руками, то люблю я то, что уже не делаю 10 лет. В свое время, по целому ряду обстоятельств, мне приходилось самому делать мебель в свою квартиру. Я делал сам мебель, книжные шкафы в основном, и последние книжные шкафы самодельные, с ними я расстался лет 10 назад. Вообще, приходилось очень много делать своей мебели, потому что и книг много. И мои домашние даже сказали, что на двери нашей квартиры нужно повесить такую вывеску «Здесь живет Самоделкин». Но лет 10 я уже Самоделкиным не являюсь. Если говорить о моих любимых блюдах, то здесь я стараюсь быть максимально широким. Ну, пожалуй, любимое блюдо все-таки очень простое. Это будет хорошо пожаренный кусок мяса с кровью, свежий хороший хлеб, хороший французский сыр и, разумеется, бокал хорошего вина. Кроме того, я очень люблю острую китайскую кухню. Точнее, я же не китайскую, а хуннаньскую и сычуанскую. Если говорить о музыке, то здесь я стараюсь быть максимально широким. Я очень люблю классическую музыку, я очень люблю советскую эстраду 30-х, 70-х годов. Да и зарубежная эстрада этого периода была очень неплоха. То есть мои вкусы, музыкальные вкусы, не в настоящем, они в прошлом. Но для меня это прошлое настоящее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!